Привет, зритель! Очередная порция свежака в твоём телевизоре. А это значит, что если ты переключишь канал, то пропустишь всё самое интересное. А именно... Новый клип «Билли Теллен» «Сейнт Вероника». Мрачная история то ли о насилии в семье, то ли о переходном возрасте. Хадукен, Майк Чек. Очередная попытка скрестить поп и драман бейс. На этот раз спродюсированная парнями из Ножья. Поистине фантастическое видео американцев ОКГО. This too shall pass. Абсолютно новый клип от Вилли Валла и группы Хим на романтическую песню «Scared to Death». А в гостях Биллис Бэнд, которые сами представят клип на песню «Время, которое нужно убить». Сперва отправимся на берега Туманного Альбиона. Несмотря на странное название, участники коллектива Хадукен совсем не похожи на пакистанских эмигрантов. Квинтет подростков из Великобритании играют прилизанный и очень качественный биг-бит с не менее прилизанным раго-речитативом. Композиция «Майк Чек» — это сингл с альбома «For the Masses», который записывали в Голландии. А продюсерами выступили участники культового драман бейс-коллектива «Нойжа». А зачем группе Хадукен девушка понять несложно. Танцует она действительно мило. А вот зачем аж четверо музыкантов и для чего все они изображают в клипе игру на музыкальных инструментах понять решительно невозможно. Ни гитары, ни рабочего барабана, ни тарелок в музыке Хадукен мне лично услышать не удалось. Хадукен продолжают дело, начатое фристайлерс или панджаби МС. У независимых раго-джангл или драман бейс-музыкантов нет шансов попасть в эфиры больших радиостанций или телеканалов. Так что можно взять немного этой музыки, матерого продюсера и сделать оригинальный, по меркам широкой аудитории, хит. И на самом деле это хорошо. Кто-нибудь заинтересуется и, может быть, попадет на настоящий многотысячный рейв и узнает, что такое настоящий ломаный ритм. Следующее сообщение напрямую касается жителей Санкт-Петербурга. Первый альтернативный объявляет о начале феерической супер-акции «Заработай на своих». Любишь свой город? Гордишься своими земляками? Тогда смотри A1 и зарабатывай. Отныне у каждого из вас, внимательные зрители, есть возможность заработать по тысяче рублей на свой мобильный каждую неделю. Следи за эфиром A1, запоминай время и название питерских групп, чьи клипы увидишь в эфире. Заполняй анкету на сайте a1tv.ru и получай деньги на свой телефон. Повезет самым внимательным. Смотри дольше и заработаешь больше. Следующий номер нашей сегодняшней передачи – обалденный клип американской инди-рок-банды «Окей Гоу». Видео называется «This to shell bass». Не так давно музыканты выпустили невнятный альбом под названием «Of the blue color of the sky». Но это к делу не относится. Видос более чем зачетный. Три с половиной минуты видео сняты одним дублем, и главным героем клипа стали не музыканты, не песня, а машина с большой буквы. Это механическая конструкция, занимающая два этажа огромного ангара, и действующая по принципу передачи энергии от одной детали к другой. В разработке и строительстве приняли участие почти полсотни человек. В ход пошли самые разнообразные вещицы – от старого рояля до айпода, басового динамика и мышеловок. Оторваться невозможно, и вы гарантированно захотите посмотреть это видео еще раз. И так, как было обещано ранее, у нас в гостях часть группы «Биллис Бэнд», которые принесли нам клип под названием «Время, который нужно убить». Ребята, здравствуйте. Привет. Привет. «Биллис Бэнд» здесь. Сначала давайте начнем с альбома нового, который у вас готовится, который скоро выйдет, потому что песенка, которую мы сегодня будем смотреть, это же со старого альбома. Да. А готовится это новый. Расскажите, что, как, когда, как называется, о чем. Ну, в общем, все сразу, но коротко. Начнем с того, что когда. 9 апреля в клубе «Бэдин» максимум состоится грандиозная презентация нашего нового альбома, который называется «Блошинный рынок». Да, и в Питере 16 апреля в главклабе, и в режиме такого перманентного турне по очень многим городам России на этот раз. Там целый список, там сибирский тур, и, в общем, это такой альбом, который очень приятно. Мне лично очень приятно его презентовать, потому что это очень взрослый альбом, очень фундаментальный и принципиально, как мне кажется, новый. И для всех тех, кто думает, что он уже сложил свое впечатление о Биллис Бэнд, это очень хороший способ изменить свое мнение. Блошинный рынок – это как бы такой мостик. Мостик, такая маленькая дверка к каким-то забытым уголкам души, может быть, к каким-то забытым воспоминаниям, о которых ты, может быть, и забыл. Но каждая вещь – это просто маленький намек на какую-то историю. И в этом смысле Блошинный рынок – это история не только людей, это история вещей и людей, которые с ними связаны. И в этом смысле он, да, он концептуален. Расскажите, пожалуйста, про песню, собственно, время, которое нужно убить. Когда она родилась и при каких обстоятельствах? Ну, зародилась она достаточно давно еще, тогда, когда зарождался Биллис Бэнд. Первые строчки из этой песни, они оттуда. Записали мы ее лишь только в 2006 году для сингла под названием «Счастье есть». Это была вторая песня на сингле. Потом она вошла в альбом «Весеннее обострение». А потом у нее ремикс еще даже делали. Ну, ремикс. Ремикс тоже в альбом вошел. Да, это такой очень характерный там ритм, что очень многие хип-хоперы, они очень легко делают из этого хип-хопа. Там есть все предпосылки для создания такого хип-хопового лупа или бита, так сказать. Кстати, как оказалось, одна из самых популярных песен Биллис Бэнд. Да, это одна из самых любимых народом песен Биллис Бэнд. А чем навеяна, собственно, песенка? Да тем же самым. Любовь. Любовь, любовь. И страсти, и... Ощущением лузерства. Мы же главные флагоносцы ортодоксальных лузеров России. Поэтому нам можно. Да. Так что все лузеры России, объединяйтесь. А еще я придумал такую тезу. Что даже если ты конченый лузер, ты можешь сделать из этого бизнес. Мое ощущение, что если я попадаю в какую-то ситуацию, может быть, подобную. И вдруг слышу песню, которая полностью соответствует моему ощущению на данный момент. То есть элемент совпадения, есть какое-то просветление наступает. Ты просто как-то отпустил это ощущение. Ты поймал песню, которая попала вот в твое состояние. И ты это состояние отпустил, и тебе стало легче. Если продолжить, что произойдет с героем в конце концов? Он сопьется, свалится в колодец? Или рано зарастут, он найдет себе новую музу и будет жить? Нет, это герой этой песни. Да. Он живет в ней, и он всегда в ней останется. И он будет помогать таким, как мы, выбираться из этих состояний. Он там живет. Он там остался. Он там остался в этой песне. Поэтому вы едины. Предположим. А может быть, Билли тут по-другому думает или нет? Нет. Мне кажется, что голова устроена следующим образом. Когда у тебя проблемы, тебе кажется, что это клубок, который вообще... Это же их тысячи проблем. Когда ты начинаешь выписывать их раз, два и три, оказывается, что это одна или две, максимум три проблемы, и ты видишь их по пунктам, они сразу сами распутываются. Вот. Я думаю, что у героя песни все наладится в жизни. А на самом деле, знаешь, какая может быть история с героем песни? Это как... Бывают фильмы с альтернативными концовками. И человек выбирает, он как бы кликает, там, кода такая-то, там, кода такая-то. И каждый человек сам, надев на себя шкуру этого героя, выберет свой путь дальше. Скажите, кто режиссер, кто снимал, кто рисовал? Режиссер клипа – это мой очень хороший друг. Его зовут Санчо. Он вообще, он мультипликатор, он гитарист. Замечательная питерская группа, которая называется «Инфо». И как-то, наверное, года, эдак, полтора назад. Я говорю, слушай, а ты, мультипликатор, боже мой, может, ты нам клип нарисуешь? Ой, да я, да я, конечно, с удовольствием. Я говорю, давай, выбирай песню. Он пошукал, пошукал, выбрал эту. Ну, неудивительно, хорошая песня. И что-то тормошили, тормошили к, не вот не к этому, а к прошлому Новому году. Он, мы, а мы были в Москве как раз, прислал нам, а я уже тормошил, говорю, Саня, чесноки, ё-моё, где, ну, клип-то обещанный? Он говорит, ладно, сейчас, сейчас пришлю. Прислал 6 секунд. Мы посмотрели, картинка супер. Мы такие, аааа. Билли посмотрел, сказал, говорит, слушай, говорит, отлично. Только скажи ему, что если к следующему году не будет ещё 6 секунд, тогда мы это закольцуем и пустим, потому что, ну, отлично, всё здорово. Прошло ещё, наверное, месяцев 8. Клип, ну, это долгая работа. Но это, правда, сложно. На самом деле, там всё нарисовано руками. Итак, самое время, наконец-таки, посмотреть клип на песню «Время которой нужно убить» от группы Биллис Бэнд. Вот пепел, который мы сделали вместе, Вот запах с печальным названием вчера. Пустая рюмка на фортепьяно, И где-то в области сердца дыра, Что мне осталось много печали. На смену питерской банды Билли талантливый Билли из Канады. Билли Телленд и их новое видео «Сейнт Вероника». Между прочим, песня, навеянная романом популярного латиноамериканского писателя Паула Куэльо, «Вероника решает умереть», экранизация которого на днях выходит в российский прокат. Честно говоря, книга довольно наивна, и для меня несколько странно, что она легла в основу песни этих рокеров. Однако ж клип канадцев Билли Телленд не имеет ничего общего с произведением Паула Куэльо. Видео рассказывает историю про шерстяное вязаное семейство. В один прекрасный день дочь, не выдержав нападок со стороны отца-тирана, убегает из дома. Переходный возраст ничего не поделаешь. Все бы ничего, да перелезая через забор, она зацепилась с собой за проволоку, и чем дальше убегает, тем быстрее приближается к гибели. Внимание, внимание! Теперь ты можешь играть в лучшие PC-игры бесплатно и прямо сейчас, не выходя из дома. Заходи на сайт games.a1tv.ru, зарегистрируйся, выбери любую понравившуюся игру и включайся уже через несколько минут, благодаря уникальной и фантастической технологии быстрой загрузки. games.a1tv.ru Лучшие игры для твоего PC со всего мира у тебя дома. На десерт я вам приготовил новое видео-хим «Scared to Death». Честно говоря, сам я небольшой поклонник этого коллектива, но знаю, что большинство из вас обожают Вилли Вала и компанию. Гитарные переливы, нудный и сильно романтический голос Вилли Вала, вот он, лаврок во всей красе. Герой бродит по пустынному городу с гитарой и поет о том, что до смерти боится в кого-то влюбиться. В кого непонятно, объект желания зрителю так и не покажут. Итак, смотрим абсолютно новый клип группы «Him» «Scared to Death». Ну вот и конец делу Венец. На сегодня это все. Мы с вами увидимся ровно через неделю, когда созреет новая порция свежатины. Пока!